Редактор субтитров А.Семкин На счету Александра Руссу не один и не два проекта под названием «Молдавский исполнитель». Попыток создать удачные музыкальные продукты было много. Большая часть из них были успешными. Первый мой опыт был… Я занимался… У нас была группа «Фрэш» такая. Состояла из четырёх девочек, потом трое их осталось. После них… То есть мы занимались с ними на протяжении трёх или четырёх лет. Было давно. После них была пауза где-то один год, я не занимался никем. После этого занимался мальчиками с «Инквадро». То есть, соответственно, сотрудничал с многими другими молдавскими нашими артистами. На данный момент я не продюсирую молдавских исполнителей, ввиду определённых причин. То есть не проблема вернуться обратно и заниматься этим продюсированием. Просто чуть-чуть переосмыслил многие вещи, то есть многие подходы. К сожалению, у нас достаточно маленький рынок и не особо платёжеспособный. Поэтому большинство артистов, как я говорю, сам покупаю, сам продаю, сам пою. То есть сами занимаются своей раскруткой, своим администрируем, если сами назначают себе гонорары. Прекратил Александр работать с молдавскими исполнителями по разным причинам. Самое главное из них – отсутствие рынка и денег. Да и с учётом размера гонораров артисты не могут себе позволить такую роскошь, как продюсер. В Молдавии не так много концертов происходит. То есть у нас есть центровые площадки. Это Национальный дворец, площадь, где все артисты куда стремятся попасть, чтобы выступить перед аудиторией и так далее. На данный момент я не могу вам сказать, какие гонорары. То есть я знаю, какие свадебные гонорары. Потому что можно так сказать, что в нашей стране шоу-бизнес – это больше свадебная индустрия. То есть положа руку на сердце, к сожалению, это сермяжная правда жизни. То есть за счёт этого многие артисты просто выживают. То есть они вкладывают в свой имидж, в своё имя сначала на первом этапе. Но, соответственно, потом окупаемость идёт не с продаж. Давно уже никто не покупает диски. Не с интернет-продаж данной композиции. Зарабатывается в основном с концерта. И, соответственно, гонорары варьируются от 400 до 1000, до 800. Ну, то есть по-разному. Это в рамках страны? В рамках страны, да. То есть 300, 400. Желающим воспользоваться услугами продюсера, который сможет раскрутить любой проект, придётся приготовить приличную сумму денег. Ведь в этом случае необходимо проделать колоссальную работу над пиаром. Здесь есть много факторов. То есть, смотря на сколько человек талантлив, да, то есть цифру назвать так вот с потолка, сказать, это будет стоить там 30, 40, 50 тысяч евро, да, или долларов, неважно чего. То есть нужно видеть непосредственно с кем работать. То есть понимая, ты не смотришь финансовые вещи, ты смотришь, как выглядит человек, как он разговаривает, как он себя ведёт, как он поёт, предположим, да. То есть если где-то он, неважно, поёт, но он очень хорошо выглядит. То есть дорабатываются определённые вещи. Человек начинает заниматься вокалом, то есть... С какой суммы стартует наш исполнитель? Здесь всё зависит от того, как быстро человек хочет получить результат. Я хочу быть, предположим, узнаваемым через полгода, да. То есть это, соответственно, одна цена. Я хочу быть узнаваемым через год. Вот какие это цены? Цены могут быть разные, вы понимаете. То есть, как вам сказать, ну 20 тысяч евро – это мало. 30 тысяч евро – тоже мало. Опять же, я говорю, в зависимости от того результата, который человек хочет получить и за какой период. Сложность продюсирования не только в низкой платежеспособности талантливых и желающих, но и в выборе формата взаимоотношений. И договор между продюсером и исполнителем – не гарантия от разрыва отношений. Сложно какой-то составить договор. То есть есть определенные договора, которые можно составлять с артистом на определенные обязательства и так далее. Но очень тяжело человека привязать к каким-то договорам. То есть если он не захочет, то, соответственно, ты его ничем не заставишь. Ни палкой, ни... Ничем. То есть данная индустрия требует определенных вложений. С одной стороны, материальных, с другой стороны, вложений труда, времени и беготни. Потому что это нужно постоянно общаться с людьми, постоянно быть в кругу событий для того, чтобы черпать определенную информацию и, соответственно, быть в нужное время, в нужном месте. Несмотря на сложности, Александр все же готов браться за раскрутку исполнителей. Незадолго до организации очередного ежегодного конкурса «Евровидение» к Александру обратились за помощью. Многие помнят молодого человека из Украины, представившего Молдову на международном музыкальном конкурсе. Так вот, именно Александр продюсировал Эдуарда Романюту. Мы познакомились, то есть мне поступил звонок от наших друзей и партнеров с Украины. Они попросили, спросили, есть ли такая возможность, если можно раскрутить человека, то есть сделать его известным. У нас были достаточно короткие сроки, поэтому мы выбрали определенную стратегию, определенную тактику, как произвести данную раскрутку. То есть, помимо выступлений, это ротации, это передачи, ну, много-много всего. Плюс, соответственно, сотрудничество с диаспорами, учитывая, что это гражданин Украины. Ну, регламент данного конкурса в этом году, то есть в нашей стране он чуть изменился. И это позволило, чтобы любой иностранный гражданин попробовал себя в данном конкурсе и иметь шанс представлять страну. На вопрос, на каких условиях Александр сотрудничал с украинским исполнителем, точнее, за какое материальное вознаграждение, продюсер ответил неоднозначно. Не то, чтобы я рассчитывала узнать точную сумму. Мы же работаем на результат. Вы знаете, что, предположим, вот одного человека устроят, предположим, материальные блага, да? То есть скажут Александр, там, Петя, Вася, там, вот на тебе, там, 20-30 тысяч евро, вот это, ну, нам нужен результат такой-то. Другой может сказать, ну, я могу это сделать бесплатно. Для чего? Потому что, соответственно, человек же оценивает, видит какие-либо плюсы. И с другой стороны, не все может стоить денег. Некоторые вещи могут стоить имиджа, рекламы и так далее. То есть здесь я не буду здесь раскрывать карты до конца, как бы это неправильно. Но, в принципе, здесь есть много плюсов. Александр нашел себя, скорее, в другом амплуа. Казалось, гораздо прибыльнее и удобнее работать с иностранными исполнителями, звезды мировой величины. Это более комфортный, слаженный и прибыльный, в конце концов, формат сотрудничества. Нас трое человек в команде. Да, нас три человека в команде, которые занимаемся, начиная от промоушена, то есть от пиара данного мероприятия, рекламы его, заканчивая всеми административными и бытовыми вещами. То есть кетеринг, потому что есть определенные требования по бытовому райдеру, по обеспечению технического райдера, то есть оборудованием и всего остального. То есть, как бы, в данном направлении работают три человека. Соответственно, дизайн макетов, рекламы, афиши, то есть абсолютно все. У вас есть какой-то определенный бюджет или, опять же, проценты, гонорары? Все, все, в зависимости от условий договора с исполнителем или с менеджерами, которые организовывают тот или иной тур. Ну, чаще всего какой-то формат? Всегда по-разному. Ну, это может быть фиксированная сумма. В зависимости, опять же, от договоренности, есть разные формы сотрудничества. Не от того, что я, как бы, вы думаете, что я пытаюсь уйти от ответа, но вы мне задаете вопрос, а я, если начну говорить об одной форме сотрудничества, есть форма сотрудничества такая, что тебя ангажируют, как твое предприятие, и говорят, «Александр, тебе хватит, предположим, 10 тысяч леев, чтобы ты организовал твой». Да, меня устраивает это. Тебе хватит 5 тысяч леев. Кому-то и 5 тысяч леев хватит, понимаете? То есть, для того, чтобы администрирование того или иного предприятия. Очень часто организация подобных мероприятий содержит определенные риски, добавляет Александр. Чем больше предполагаемая сумма гонорара продюсера, тем выше риск. Некоторые случаи, когда человек, предположим, самостоятельно оплачивает все затратные, считает гонорары, перелеты, оплачивает самостоятельно, соответственно, либо пан, либо пропал. То есть, были случаи, когда люди просто-напросто очень сильно разорялись на данных мероприятиях. Это, знаете, очень рискованное дело. Вроде бы кажется, а так легко. Судя по тому, что на молдавском рынке существует лишь 2-3 компании, которые сотрудничают со звездами мировой величины, организуя их приезд в Молдову, бизнес этот действительно не из легких. Оттого и конкуренции практически нет. На нашем молдавском рынке сложилась определенная тенденция, определенные люди, которые есть, игроки на данном рынке. И, соответственно, появляются новые. Но, как правило, это один-два раза, и на этом все заканчивается. Потому что наша публика, она достаточно привередливая. То есть, ты иногда можешь не угадать с проектом, который привозишь сюда для того, чтобы получить результат. Ну, шоу-бизнес в Молдове, он есть вообще? Знаете, как говорится, сплошное шоу бизнесами не пахнет. Но свадебная индустрия достаточно процветает. То есть, почему? Потому что именно за счет этого наши многие исполнители держатся. Исполнители зарабатывают на свадебной индустрии. Что же касается продюсеров, то они параллельно с раскруткой отечественных звезд занимаются и промоушеном иностранных исполнителей. С ними работать и комфортнее, и прибыльнее. Правда, насколько прибыльно, Александр так и не ответил. Очень тяжело сказать, чтобы я дал четкий ответ. Вот сколько ты, Александр, предположим, заработал денег в этом году. Потому что деньги, которые получаются, то есть их, соответственно, вкладываешь в следующие проекты какие-то. То есть, мы знаем проекты, которые будут через полгода определенные проекты. То есть, здесь нет такого, что сегодня вот мне пришло предложение, и я начинаю моментально организовывать тот или иной проект. Здесь должно пройти, то есть, этот проект готовится за месяц, два, три. И тем не менее, раз на рынке существуют подобные компании-менеджеры, значит, это не только востребовано, но и приносит свой удовлетворяющий запросы доход. Да, шоу-бизнеса в стране, по крайней мере, на уровне Европы или России, нет. И тем не менее, желание и способность переориентировали Александра заняться другим направлением в этой индустрии. Таких называют «человек-оркестр». Главное – знать механизмы и умело их использовать. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». Встретимся ровно через неделю на МБС. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...